Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божества за Испанию проходить огромную политическую карту Земли. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу. Спасибо им за поддержку. Что ж, давайте продолжим. Выключим мою милую мордашку. У нас тут темный век, но правда все остальные тоже в темном веке. Так, еще какую-то ГГшку победили. И не мы. Так, у нас кампуса расставлены красиво будут, наверное, в будущем. Протестантизм распространяется. Что-то будем менять. Не, ну мы точно в античной республике пока. Изоляционизм нет. Блин, вот видите, 75 со священным местом, а у нас... Священных мест... Все до сих пор нету, хотя, в общем-то, стоило бы. Но в любом случае мы начнем с атаки на Англию, поэтому нам, конечно, сначала морские юниты нужны, а потом уже эти конкистадоры. Сколько у нас в итоге галер, давайте глянем. Шесть. Да, шесть. То есть, в принципе, две армады. Я думаю, двумя армадами каравел это все берет. Другой вопрос, выйдем ли мы в армады так быстро, потому что до меркантилизма еще очень далеко. А вот каравеллы намного быстрее у меня будут. Сначала мы в ученичество пойдем. Так, три разных спецрайона. Ну, правительственное есть. Так, нам надо... Ага, кампус как раздостраивается. Будет у нас три разных спецрайона. Тут гавань. Купить маяк? Купить или не купить? Вот в чем вопрос. Какие у нас доступные караваны? 3.23 в Лондон. Примерно то же самое и в Краков есть. Ну, давайте, наверное, купим маяк и караван. Сразу. Это из Лас-Пальмаса, да? Что-то я не обратил внимания. Да, из Лас-Пальмаса. Сразу и торговца здесь. А дальше мы будем... Ну, наверное, кстати, кампус... А, подождите, у нас два хода до кампуса. Акведук мы не будем пока строить. Ну, давайте, может, еще галеру... Блин, может, все-таки поставить здесь вес содержания на 100% при строительстве морских юнитов. В чем у меня содержание? У меня денег и так дофига. А вот производства не так уж много. Так, давайте еще подумаем. Поселенцы нет. Чудеса нет. Стоимость покупки клеток. Инсулы для жилья. Бонус средств для кампусов. Вот это можно будет поставить, но пока еще ни одного кампуса у меня нет. Ладно, давайте так. И здесь галеру. Вместо четырех ходов два. И как раз она построится, можно будет кампус начинать. В протестантизме ничего интересного, к сожалению. Как-то... Хотелось бы, конечно... Это уже прошлым ходом началось. Я не знаю, периодически такой глюк происходит после того, как ты грузишь сейв. Он почему-то вот второй раз тебе сообщает. Так, данные... Ну, давайте я проголосую, чтобы я меньше генерировал. Хотя в данном случае... И больше довольства... Блин. Я не помню, что там у меня. Либо янтарь, либо вино. Вино три. Янтаря поменьше будет. Так, давайте за вино проголосуем. Надо посмотреть по ресурсам, еще поторговать с кем-нибудь. Меня сомневаюсь, что вино проголосует. Скорее, его забанят. Не влияет. Янтарь забанили. Ну, тоже вариант. Неизвестный игрок 100% претензий. Так, у меня меньше стало счастья, к сожалению. И янтарь теперь не влияет на счастье. Так, у меня оливки и вино на торговлю. А у них нифига нету. Так, мне так и не покажут Питер, я так понимаю. Так, это у нас в Лондон пока отправляется. Вообще, исторично будет англо-испанские морские войны, да? Крам Минакши. Так, Пингало у нас в Мадриде и добавил мне науки. Алян Толеда. И тут бы аквакультуру начать. Уже она открыта, надо начинать строительство аквакультуры вокруг города. Так, у меня есть где-нибудь? Тут стоит строитель с одним зарядом. Ага, этот янтарь. Так, янтарь нету смысла обрабатывать. Поэтому, я думаю, поехали, в общем-то, как раз вот этим строителям. Аквакультуру делать. Я думаю, можно галерой тут выплывать уже. Тут, благодаря тому, что у всех тут темный век. Нормальный, по-моему, только у Англии, да? Из унусов. Мы более-менее... Кампус поставил. Ну, для Египта тут, да, единственное место для кампуса. Еще я подану. Египта там живет еще. Мне... Ну, вот госслужбу ускорили третьим. А, нет, подожди. Десять жителей. Это Мадридом ускорили. Отличненько. Так, феодоризм мы точно не ускорим. Четыре торговых пути есть. Два рынка точно не ускорим. Да, далековато. Эркантилизм, конечно. Мне как-то надо культуру все-таки поднять. И... Севильи Виктор. Так. Тут зал для приемов. Не, с счастьем, я, кстати, немерено там, где у меня сидят... Губернаторы. Надо амбар тут. Слушайте, может просто купить... И амбар, и водяную мельницу купить. Потому что тут у меня еще есть пшеницбарда, который я буду в дальнейшем вырубать, скорее всего. Но... Тем не менее. Так, вот. Теперь уже четыре хода. Вавзолей... Блин. Вавзолей в Геликарнасе. Я думал сюда ставить. Думал, честно говоря. Тогда придется все-таки меняться. Сюда театралку ставить, а не... Ну что, попробуем, наверное, тогда мавзолей. Я просто, на самом деле... Ну, есть получше города, но они там... Там не ставится мавзолей в нормальном месте. То есть я не хочу, например, вот тут вместо кампуса мавзолей строить. С другой стороны... А в этом городе нужен ли он так сильно? Может оставить это еще для какого-нибудь... Ладно, я лучше оставлю. И... Ну что-то в этом городе неинтересно строить мавзолей в Геликарнасе. Это ж не Геликарнас. Астрахань, конечно. Будут морозные арбузы. Здесь расти им... И будем ими в Plants and Zombies играть. Так, есть Галера здесь. И начинаем... Видимо, кампус. Пора уже как-то в науку... Вкладываться. Так. Теперь, очевидно, нужно Рейну. А где у меня повыше соседства гавани? Тут 4, 3, 2. Значит, Лакарунию. Рейну. Ну, я планирую ее в будущем на соседство гавани как раз прокачать. Чтоб там производство было. Так. Ну что, в Лакарунии... Тоже покупаем маяк. Начинаем строить кампус. Где у нас караван круче всего. Ну, кстати, в Асуан тоже неплохо бы отправить. У тебя Толедо Астрахань? 3, 23. И Лас Пальмас Астрахань. Наверное, из... Так, откуда у меня уже бегают? Из Толедо, из... А, ну все. Вообще, вот из этих городов самые, конечно, лучшие караваны в любом случае. Из Мадрида Васуан на... Слушайте, может из Севильи Васуан отправить? Чисто, ну, чтоб город рос. Тут-то ладно, уже есть производство. Я, наверное, все-таки из Севильи отправлю. То есть не на деньги больше, а на еду. Пока Египет в игре. С радостью приветствуем русскую цивилизацию. Русские испанцы, братья, навек. Потом один испанец, ну, конечно, в 20 веке переедет жить в Россию. Ой, не испанец, испанка, извините, испанка. И появится великий хоккеист Харламов. Исследование технологии математика ускорено. Так, и тут латник. Рудник производства. Промышленные зоны можем строить. Так, госслужбу можем союзы заключать. С двумя и более повышениями довольства и жилье. Ну, у меня, по-моему, ни одного нету с двумя повышениями. Что пока не будем ставить. А вот здесь, наверное, имеет смысл уже на кампус. Заменить морское судоходство. Теперь уже точно, я думаю, нам галер достаточно. Один, правда, кампус у нас пока. Оно тут вот буквально вот-вот еще появится. Так, средневековье, средневековье. Устремление за район. Не, ну тут мы должны, несомненно, выйти в... В этот... В героический век. Так, у нас еще один район, кстати. Доступен. Блин, стоял, ждал, 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 ждал. И не дождался. Ну, а Суа надо будет забирать потом. Это точно. Тут город мы поставим потом. Вроцлав. Когда Вроцлав заберем, иначе отвалится. Эх, черт. Ладно, поплыли, наверное, Суак Толеда. Тут тоже стоим. Ждем, когда каравеллы откроем. Сивилья два хода. Мавзолей, колосс... Слушайте, храм Артемида так никто не построил. У меня, по-моему, вообще нету этих лагерей. И даже возможности их построить нету, так что... Так что... Губежку-то не раскатываем. Так, пожалуй, тогда торговца построит два хода как раз... Блин, я думаю, что я в Сивилии скорее священное место буду строить, а не... Кампус. Блин, что-то как-то не обращается. Там такое ощущение, что... Поляк убивает миссионеров протестантских. Ох уж эти индуисты-поляки. Гордвара покупает здание. Блин, а индуизм-то поприкольнее. Индуизм-то поприкольнее. Но, с другой стороны, мне скорее нужна вера... Англии, чтобы нападать на поляка потом. Наземными юнитами. Так, промышленная зона. У нас... Что в ГГшке вообще? Только один Юрусалин? Тут, кстати, могли появиться и Женева могла появиться, например. И... Граната. Мы обрели мудрость Господнюю. Только... А! Обратился в ее религию один из городов. Ну, с Вавилоном можно под... Так, я не увидел. Хотел посмотреть... Воюют ли Вавилон дальше с Египтом. Нет, ничего не можешь делать. Все вокруг тебя есть математика. Классический квартал. Петру вот надо бы построить. Да, воюют. А Россия с Польшей. Бесконечная война. Зулусы, скорее всего, с Эфиопией, мне кажется. И только я ни с кем не воюю, но это скоро изменится. Англия только двоих нашла. Кроме меня. О, опять Стокгольм отваливается. Теперь очевидно, что в сторону поля... Польши. Короче, Стокгольм вообще не в состоянии удержать. А вот и Артемиду построили. Стокгольм вообще не в состоянии удержаться по лояльности никак. Так, ну я думаю, что пора... Копить деньги на каравеллы. Четыре хода. Пять ходов. Девять ходов до каравелл. Блин, уже два флотоводца у Анга. Мне бы еще, кстати, флотоводец... Ну вот, следующим ходом будет. Средневековье эпохи Возрождения. Когда использую, три будет. Ну, кстати, очень хороший флотоводец. То есть он просто сначала дает плюс пять. То есть он как раз каравеллы эпохи Возрождения, да? Блин, ну мне бы еще и фрегаты. А фрегаты без селитры бессмысленно. Значит, смотрите, идем сначала в каравеллы, потом в селитру пойдем. Потом во фрегаты. Ну, за это время квадрире мы построим. Ну, тут стоим. Ждем апгрейда. Ну, все, мне нравится тут. Ну, истинные повелители морей. Ну, вот Англия тоже, видите, флот создает. Ну, не знаю, патчами говорили, что улучшили действия на море. Вот сейчас как раз посмотрим, насколько они улучшили. Сейчас повоюем с Англией. Так, нанимаем Роджендра Чолу. Ну, что, покажи. А, все. Закрыли. Так, ну, мне нужны открытые границы, чтобы выплыть отсюда. О, блин, есть свинюшки, а мне торговать нечем. Так, еще одна попытка увидеть. Не. Все так заставу. Тут должен Питер стоять. Это либо тут, либо тут. Но, крин, ты его увидишь. Так, стремление. Роджендра Чола. Теперь, пожалуй, на деньги опять. Из Толеда в Астрахань, из Толеда в Новгород. Кайф. Там еще и Веры. Ну, в Астрахань надо. Так, вопрос из Толеда или из Лас-Пальмоса. Все-таки из Толеда. Тут. Я сейчас попробую после кампуса начать Петру тут строить. Поэтому тут и производство надо делать. Там все, аквакультуру. Амбар в Мадриде. Ну, наверное, можно купить амбар. Так, театральная площадь на плюс один. Развлекательный, центр коммерции, библиотека. Ну, у нас даже этих нету. Ни одного научного города-государства. Наверное, стоит колосс, я думаю, построить. В данном случае амбар я сейчас куплю просто. Просто, чтобы плюс два, но город быстрее рос. Так, здесь я скажу священное место сначала буду. Строить. Блин, может тут... А ладно, уже театралку я не поставлю. Как вы подпускаете злобных варваров близко к своим стенам? Ну, исходя из того, что у нас в игре варвары выключены, то никак не подпускаю. Но, конечно, Зулусу виднее. Возвращаем. Блин, надо еще с Лондоном. Открытые границы. Так, когда у нас с ней дружба заканчивается? Одиннадцать ходов. Черт, что-то долго. Я уже... У меня через семь ходов каравалы. И даже, думаю, быстрее будет, потому что я построю эти... Кампусы. А у нас еще дружба будет. Кведук. Ну что, стены построить? А у нас еще стоит на... Нет, у нас соседства кампусов стоит. Ну, а кведук. Бессмысленно немножко. Тут, иначе, производство уйдет. Давайте, стены, пожалуй. Я бы... Антиквариевских юнитов. Я бы вот поставил, может, либо на строителей, либо, опять же, на те же стены карточку. Не, а еще тут стены не помешают везде. Они потом еще будут... Туризм давать. Опять молиться, чтобы обрел мудрость господню. Убрали севиль и индуизм. Так, что построили? Джебель Баркало. С джебель Баркало. С джебель Баркало. Ну, давайте, наверное, бонус за соседство кампуса вместо производства. И, наверное, поставлю плюс 100 строительства правительных зданий. Я везде их построю. С тремя продвинулась. Так, а как бы у меня тут через Англию еще? Ну, а даст мне, наверное, открытые границы. Так, а союзы? С Россией есть союз? О, давай экономический. Ну, в принципе, соглашусь. У меня там бегают в Россию уже один караван. Нормально. Так, дипломатическую службу ускорил. Рейна в Лакарунии. Есть еда и производство. В Лас-Пальмасе стены. В Толедо я сразу начну. Блин. С другой стороны Петра может здесь круче? Вот сюда если поставить. Мне кажется, здесь Петра покруче в Лас-Пальмасе будет. Можно потом карточку на чудеса, кстати, поставить. А потом это когда? Вот через четыре хода. Да, мне кажется, надо в Лас-Пальмасе строить Петру. А не в Толедо. Ну, очень крутые сейчас караваны стали у испанцев, кстати. Особенно, если вы на другом континенте. Ух ты! Польша с Россией мир заключила. Вау! Дамба нам не нужна. Ведь картография три хода, а дружба у меня еще девять ходов. То есть я шесть ходов апну каравеллу и буду сидеть ждать возможности напасть. Так. О, кстати, англичанин сюда ведет. Не знаю, почему поляк тут Польши не поставил, а здесь города. Сейчас Англия поставит. Это не очень, кстати, классно. Так, я думаю, что нам надо будет после картографии сначала мечников открыть. Чтобы я мог апнуть хотя бы в мечи. Потому что там у этого уже ладь... Я владников не могу апнуть, пока не открыты мечники. То есть я открою мечников, и смогу уже владников тоже апать. А дальше уже идем в селитру. Так, есть священное место. Ну, тоже стены. Тут тоже стены. Ну, Петру начинаем, очевидно. 17 ходов. Ну, карточку поставлю. Может, еще пару этих запущу. Караванов. Так, это территория у Мадрида. Вот это от Толеда передать. И аквакультуру обработать. Отлично. Просто у Толеда есть, в принципе, как расти, да? То есть я с помощью лян буду аквакультуру делать. Тут еще какие-то клетки захватятся. А у Лас-Пальмоса вот пару клеток и все, и тут пустыня голая. Поэтому именно здесь нужно Петру хоть как-то улучшиться. Два хода еще. Средневековые ярмарки. У нас галера будет здесь апгрейдиться. Протестантизм. Преобладающая религия. Ну, не знаю, стоит ли мне святилище там. Может, лучше форосский маяк. Причем, знаете что, я, наверное, его здесь построю, чтобы вот сюда было соседство с театральной площадью. Точно. Так. Так делаем. И сюда, соответственно, театралочка. Эти плюс три будет, когда построится чудо. Так, тут древние стены готово. Ну, можно строители. Блин, играю на божестве и у меня в трех городах чудеса строятся. Что-то очень все неплохо. Ну, если в средневековье всего лишь. Ну, библиотека дает просто плюс два. я не знаю, даже стоит лучше воинов построить. Опять же, это будущие конкистадоры, понимаете, что у нас их три штуки всего лишь. Готовы дать Илиаду. Может взять. почему нет? Может меньше ты готова? Не, ну и шесть денег. Ладно, давайте так. Я отдаю все мировое влияние практически, но дело в том, что при двадцатью когда двадцать компьютеров в игре сложно вообще что-то перебить. Сразу Зулус хочет его забрать. Очень нужна Илиада. Еще флотоводец количество торговых путей увеличивает. отлично. Вот этого мы сразу используем несомненно. И в Лас-Пальмасе караван потому что так а что это у меня тут еще караван не бегает. Ну чтобы Петра быстрее построилась. Давайте Лас-Пальмас А это собственно мне за этого этого флотоводца сразу дали. Даже не надо покупать было. Стоим ждем апгрейда. Тут к Матерхорну идем чтобы прокачку получить. Давайте еще воинов. В Иерусалим ничего не отправляем. Бессмысленно. У нас даже всего лишь одно священное место. Скоро Всемирный Конгресс соберется. Опять кого-то осуждать наверное будут. Нет кого у меня угнали. Не говорите что нет вроде не Петру. Скорее наверное Колосс я думаю. Хамураби захватил Рокидет нет не будем мы в этом участвовать. У нас тут свои с другой стороны Средиземного моря. Что я неизвестный я думаю Эфиоп голосовал за мне так кажется. так рыбац лодка плюс два золота каравелла бонусы от соседства для театральной площади к жилью с тремя ну ну давайте поставлю на чудеса чудеса о слушайте а вот блин сказал что нету правда древнего мира и античности а Петра Петра античности вообще чудо да Петра античности хорошо да колосс угнал кто-то русские угнали колосс ну это знаменитый колосс в Астрахани я думаю все из вас видели так Севилья 6 но я все таки наверное на деньги больше и производство надо но и деньги при этом краков еще один караван но этот васуан у меня бегает этот я оставлю продолжу чтобы тут росли города так слушайте может мне нет что-то я не хочу ни с Польшей ни с Египтом союз заключать потому что я планирую нападать на них неохота так Рейну повышаю на нет 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 давайте Бенгалу на культуру что-то я совсем забыл что имею меркантилизму быстрее соседство центра коммерции броня давайте гильдии сначала они и так первые идут тут соседство для промышленной зоны хотя с другой стороны зачем мне средства для промышленной зоны у меня одна промышленная зона на 3 что мне это даст так у меня сохранилось производство может анкарват все-таки построить тогда просто есть производство скал лосса жалко его так терять ладно давайте вместо вот этой шахты и не знаю неохота пока еще 6 ходов дружбы неохота пока апать потому что ну 180 до наемников недалеко то есть мне чтобы все все галеры апнуть а у меня их раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь восемьсот 1440 в принципе я все могу апнуть уже мне надо 1440 денег без наемников без карточки с наемников я в наемнике как видите не еду мне меркантилизм быстрее но дело в том что они будут требовать содержания больше поэтому апгрейдить надо прямо перед собственно нападением ну то есть не через 6 ходов надо даже апнуть подойти еще блин вот уже стены строят будем сначала юниты уничтожать я думаю так давайте на один ход отложим открытие мечников потому что я хочу этого дуболома достроить сначала хотя на холмах надо будет разместить юниты потому что горная подготовка дает холм здесь холм здесь и холм здесь да а город у нас не на холме равнина ну в общем надо сюда везти сюда сюда и этого еще сюда подвезем килл в кисеване пойдем наверное железо и благовоние обработаем благовоние все-таки этот счастье продолжу строителей 8 ходов петра так тут вот уже в селитру не мечников сначала потом в селитру так тоже закончили воинов могу район построить священное место как-то так театралка вообще ничего не дает может кстати военный лагерь тогда кстати вот здесь давайте чтобы ресурсы накапливались ну и вообще нам и военная академия нужна и военный инженер потом для улучшения так ну я в большинстве в протестантизме блин еще и русские русские буддисты пришли сюда Англия Бирмингем поставила ну что продолжает Стокгольм отваливаться продолжать не сильно еще но все-таки отваливается так 8 ходов и нам 3 очка ну во-первых очко за использование железа потом можно очко за использование лошадей еще что я думаю тут мы выйдем в золотой век обычная пылевая буря мне она ничего не сделала похоже так вот здесь апнем вдолатника использовали железо отлично и не хватает нам не хватает двух очков лошадей какой-нибудь вариант 11 ходов до флотоводца можно проект провести кстати сразу формирую тормаду тут не можно а просто нужно будет проект провести давайте в мадриде это сразу сделаем потому что я пока не могу армады создавать а вот этот создаст армаду с моими с моими кораблями так еще 4 хода в принципе через ход я думаю надо будет апгрейдить каравеллы блин форусский маяк это жалко там по моему два хода оставалось ну и корабли быстрее бегают все-таки так селитра три штуки у нас о прямо под кампусом отлично тут мы обработаем и прям под военным лагерем класс прям сразу два ресурса уже добываются просто селитра удачно у нас не ап потому что пока железа не хватает просто блин жалко форусский маяк ну геликарнас ну теперь можно как бы тут уже бессмысленно тогда театралку ставить блин я не хочу здесь и геликарнас ставить ладно давайте каравеллу дострою надо куда-то производство деть надо куда-то деть производство к сожалению три хода до конца дружбы шесть ходов до конца эпохи так ну открою стремя мне надо кстати квадриремы теперь будет строить то есть я сейчас гильдии открою поставлю карточку вместо чудес или может вместо золота но вместо золота у меня и так дофига золота а это золото мне только 14 вход дает тут мне надо Петру все-таки достроить блин засуха вон ферму пожгла фигово ваш народ ленив и бесполезен спасибо у нас сиесты постоянные что тут строить что-то были бы неленивы успели бы чудеса раньше всех построить ну слушайте по культуре благодаря пингали я всех догнал но у нас наверное просто нету этих культурных городов государств военная подготовка продвинусь пастбище плюс одно пища ну бонусы соседства промышленной зоны просто сейчас бессмысленно ставить у меня только одна промышленная зона барщину сюда ставлю плюс 100% морских юнитов создания так как у нас там формирует армаду 9 ходов 5 так дружба 2 хода да апаем корабли надо было англичанину открытые границы давать мешается тут только так ну и надо уже эту клетку купить есть латники я думаю что заодно и протестантизм очистим то есть объявим войну будем в первую очередь миссионеров еще убивать так апнуть рейну или взять наверное магнуса пока возьму потому что без верфи что мне апать рейну без верфи ну то есть без соседства на производство так у вас пальмос а ну в принципе может считать что я в золотом веке я сейчас еще флотоводца заберу даже можно этих не использовать лошадей обработаем блин ну опять и денег дофига кстати я знаете я даже сейчас думаю а кто лучше португалия или испания в плане вот по деньгам ну то есть денег то больше будет у португалии но испания то еще и производство получает вообще-то правда испания зависит от континентов то есть если она все на своем континенте будет ставить то это не так уже весело будет так тут я квадриремы делаю тут пока казармы и пошли потихоньку в конкистадоров они селитру требуют ну селитру у меня кстати дофига идет ну выглядит что испанская империя прям эгегей сейчас посмотрим сколько мне дадут очков флотоводца два хода отлично просто отлично великие географические открытия уже будут после захвата великобритании интересно англичанка сейчас будет волноваться по поводу юнитов под боком так продолжим анкарват и наверное куплю мастерскую стволы стихийные ну все мы уже в героическом веке в общем-то так сколько осталось дружбы один ход следующим ходом по идее сможем объявить войну я надеюсь возвращаются блин тут галера это не очень в тему продолжим квадриремы пройдемся по городам как у нас тут рост все зашибись ну кстати еды маловато во всех городах производства дофига еды маловато льду льда я не думаю достойные посетители вы очевидно входите в их число приятно Так, а там у Англии Случайно Союза ни с кем нету Так, мои войска, ну, обманули Ведь я верил, что интересно Будет волноваться, ведь волнуется Но я ее обманул, чтобы сразу Войну, чтобы первым в войне быть У меня, правда, претензии от всех потом Повалятся, но что поделать Так, Англия Ни с кем не в союзе Скорее всего Мы испортим сейчас с ней отношения Но я думаю Пора А, стоп Четыре хода Ну ладно, я все равно в золотой век выйду Блин, но мне бы нужно было бы Армаду Ладно, начнем сейчас Я отвяжу Потому что надо уже нападать Блин, еще дружба Идет фак Давайте я, наверное, верну тут Две каравеллы, чтобы с этими Ребятами сразу расправиться Так, стоим Так, стоим Стоим Тут можно в границах не стоять Все равно выкинет Когда войну объявим Блин, не очень понятно Видимо, надо Бристоль Будет сначала брать Потому что к Лондону Подход очень тяжелый Ну, собственно, поэтому Мне и нужны Например, эти Фрегаты При помощи мушкетера Мы никого не уничтожим Потому что у нас мушкетеров нет Так, тут стоим Ждем, когда разберемся с этими Так, тут закончили Каравеллу Один ход До роста И я, наверное Ладно, давайте Строителя сделаем Тут Надо на холм встать Опнуть еще одного парня До латника Ну, то есть у меня Пять конкистадоров Предварительно уже Типа есть Я уже все-таки захватил Иерусалим Наконец Сколько он его Опилил Так, тут там Запретный город построил Так, ну давайте На всякий случай Дружбу с Египтом Заключим И дружбу с Вавилоном Потому что я все равно После Англии буду В первую очередь С этим Воевать С поляком Теперь Польше Мы объявляем Внезапную войну Мы недовольны А я доволен Недоволен Правда, что Немножко долговато Кстати, нам бы Квадриремы Уничтожить эту галеру Потому что это ускорит Нам Есть Ускорит Морскую традицию Так, ну в принципе Давайте еще вот так Сделаем Блин, не убился Ну надо добить Нешастого Так Давайте потихоньку Юниты Убивать Морские Здесь Дальше Так Ну чтобы в радиусе Было Так Блин, тут зона контроля Просто у города Поэтому только так Ну я сюда встану Потому что будем Следующим ходом Так вот Атаковать Бристоль Поехали Аквакультуры Строить Продолжаем Квадриремы Ну я думаю Это флотоводик Все-таки мне достанется Вопрос только Вот по этим юнитам Которые На этой стороне Здесь Что они тут У Севильи Будут делать Так А давайте Я действительно Приговорю Еще Этого Еретика Осужу О Буддизм Чем Хорош Буддизм Что я могу За веру Покупать Здания В Кампусах И театральных Площадях Плюс Мне надо Быть Другой Веры С Англичан Англией Пока Я не имею Плюс Пять О А вот И польз Ну они Они в дружбе С Англией Не знаю По какой Причине Вроде Должны Враждовать Потому что Разные Религии Так Британская Империя Ограбила То что Бегает К русскому Давайте Посмотрим Что Ух ты Тут Ислам Смотрите Как Распространяется Да Видите Простантизм У меня То есть Я точно Плюс Пять Не должен Иметь А жаль Продолжение следует блин все-таки появилась какая-то еще галера мадрид тут растет по культуре передаем толедо обрабатывать а где там еще вот тут у нас ну я наверно все равно буду в россию пускать я думаю что я смогу защитить свои караваны хочется верить в это обещание британцам было нарушено окну стоим не хочу иметь и латники должны на холмах отбиваться давайте наверно лесопилку сделаю тут работаем вот этому проплыву надо его очистить вы меня там караваны бегали сейчас будет морская блокада великобритании так тут лондон меня обстреливает да наверно надо с этой стороны подходить пришел лондонские стены очень больно бьют сюда поставлю а невозможно уже черта как так почему я туда въехал тогда спрашивается но меня не убьют конечно флодоводцы но просто откинут что не очень хорошо но я смогу про так они не хочу это больно будет потом может бристоль все-таки про атаковать и защитить давайте я не думаю что тут лондон может меня обстрелять потом галера протоковать и это что-то даст просто та была раненая кого каравелла это норм так десять жителей могу опять район ставить вопрос кампус или театралку наверное все таки кампус я уже там в мир конь почти в меркантилизме ну как не в почти там еще много но в данном случае это не так уже важно надо оружейную для ускорения то есть я может купить оружейную здесь как-то в лакаруне не особо много производства я бы лучше тут торговца сделал оружейную просто купил денег дофига кстати знаете что нам все вели нужны святилища не кампуса чтобы миссионеров строить для того чтобы они на конкистадоров влияли у нас видите религия есть покупать что-то можно конкистадоров пока не выходим из-за этого нормально нормально каравеллы стоят зарядом на обстрелы все вроде даже неплохо и героический век возрождения армады открытие нового света все это уже в следующей серии спасибо что смотрите моя рожица я ее не включил почему-то продолжение в следующей серии спонсоры канала прямо сейчас могут попробовать найти продолжение во вкладке сообщества спасибо вам за поддержку для всех остальных она появится завтра всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока спасибо